всем привет мы начинаем новое шоу нанято где нанимающий менеджеры ведущих компаний в digital направлениях проводит интервью с реальными кандидатами и дает им фидбэк в реальном времени без купюр если вам интересно как проходит интервью в data science product management на позицию дизайнера или может быть разработчика то youtube дал вам правильную рекомендацию меня зовут виктор гуленко и вы смотрите канал в лес если вам интересно не забудьте полайкать жамкнуть колокольчик подписаться и конечно перейти на наш телеграм-канал где вы увидите все последние новости шоу а также сможете принять участие в шоу в качестве кандидата или в качестве интервьюера сегодняшнем эпизоде интервью на позицию middle data scientist поехали всем привет у меня зовут алексей чернобров я являюсь консультантом по data science и монетизации данных я работал с различными компаниями такими как из 5 ртл группа ростелеком северсталь втб city model bestdoc и многими другими я свою карьеру проводил больше сотни собеседований поэтому я очень хорошо знаю что нужно спросить чтобы понять действительно человек разбирается в data science или это лишь поверхностное знание всем привет меня зовут никулина анастасия я работаю дата сантистом в крупном банке и также у меня есть свой канал про data science на ютубе давайте немножко сначала расскажешь наверное про свой опыт а потом мы перейдем к каверзным вопросам ну или не обязательно каверзным а начинала я свой путь data science еще в мтс начиналась позиция джуна там мы делали скажем такую самую simple модель для контактного центра смотрели зависимости как сделать так чтобы перевести часть звонков наш наш мобильное приложение на звонки скажем уходит много денег это очень дорогостоящие дорогостоящий процесс и конечно же нам было выгоднее перевести их в чат мобильное приложение следующий мой опыт давай чуть поподробнее можешь рассказать какая была вот за твоя конкретная работа что-то непосредственно делала какие модели строила как она была вообще работа сама построена я была в роли аналитика если касаемо прям чистого data science я строила модели каверзации то есть я смотрела по клиентам как вообще можем можем ли мы этих клиентов разбить на группы исходя из того какие они звонки совершают какие у них есть тарифные планы сколько они минут на это тратят ну то есть некоторую агрегированную информацию собирала и дальше просто делала кластерный анализ спектральный если сейчас не ошибаюсь с помощью спектрального анализа смотрела как они распределяются на группы и смотрела вообще можем ли мы их самое главное перевести в мобильное приложение в чат как выяснилось что часть людей действительно они очень любят много звонить им важнее позвонить чем написать если у них даже есть такая возможность то их очень тяжело будет привести часть людей действительно она более скажем гибкая их больше чем тех кто любит постоянно делать звонки их было проще перевести и как раз была задача а понять кто эти люди чем они отличаются от тех кого мы пока не можем перевести б выстроить сам процесс как мы это вообще в принципе должны сделать то есть это именно шаги как мы будем работать как мы будем взаимодействовать с клиентом через какие каналы мы будем работать то есть здесь нужно задействовать сразу несколько смс например когда человек приходит к тебе в салон это тоже очень важно и что самое интересное и классная штука которая выяснилось это если человека направлять скажем в этот канал чат два месяца подряд то с большей вероятностью там вероятность почти там около 90 процентов что он там останется вот задача была первые два месяца если человек раньше какой-то посчитали про эти два месяца эксперимент проводили или как мы смотрели именно как сказать скажем на дерево такое решение на дерево последовательности как себя человек вел просто разложили скажем его путь брали грубо говоря некоторых клиентов и по лестнице по ступенькам их раскладывали то есть сколько человек из этого канала как бы как бы объяснить перетекает другой вот например есть то что я сейчас помню там канал 1 канал 2 например вот это звонки мы смотрели как они дальше помесячно разбиваются но если просто запустили эксперимент он просто считали уже как получало и мы брали именно историчность и смотрели вот именно потому что он еще задача была почему мы именно так делали по задача была вообще посмотреть как работает контактный центр это на самом деле кажется странным но когда вы делаете совершать звонок например мтс мегафон билайн вам кажется что нужно нажать всего лишь пять кнопочек но за этими пятью кнопочками стоит огромный бизнес-процесс стоит огромнейшая команда и действительно там можно сказать в таком более хаотичном все режиме происходит и задача была выстроить как бы собрать весь этот хаотичный процесс привести в более понятный вид понять что там вообще происходит потому что есть какое-то глобальное понимание у людей но непонятно что же там внутри как нам перевести этих людей как нам сэкономить деньги окей понятно давай двинемся дальше что-то делала после мтс а после мтс я работала в рекламном агентстве там задачки более скажем были такие прям для data science первое это мы анализировали куки руки руки на сайте клиент то есть к нам приходил какой-то клиент и задача была во первых понять кто опять же эти люди при помощи кластерного анализа опять же здесь отлично сыграла спектральная кластеризация об этом чуть позже кто этот клиент на какие группы он разбивается и самое главное какие из этих групп наиболее конверсионные чтобы дальше по этим группам делать лукалайк и соответственно грубо говоря попадать в цель хорошо а после и забыла еще про один проект это парсинг инстаграма парсинг соцсетей но лично мой проект был парсинг инстаграма мы мы просто у нас к нам также приходил клиент задача была найти молодых мам с детьми до трех лет да известно они всем нужны им всем это всем нужны и во первых понять на какие группы они также разбиваются какие у них есть интересы и здесь на самом деле была прикольная задача потому что у нас не было больших вычислительных мощностей и нужно было сделать это все так чтобы и найти их и грамотно обработать фотографии и из-за этого действительно вытащить какие-то инсайты в том числе самые важные инсайты это суздэм замужем не замужем это супер важно и доходы окей а ты сама парсила или какая-то врачать в латусе или мы пробовали изначально сами парсить инсту но так как там постоянно меняется вот эта вся шапка как они все делают алгоритмы мы уже использовали скажем уже впоследствии готовое решение потому что у нас на этом постоянно были костыли то есть я например что-то делаю одну неделю все работает и следующую неделю ты уже не работает приходится на это тратить очень очень много времени смотреть по каким тегом это все находится уже на самом сайте мы просто использовали готовое решение а там уже специально обученные люди именно на этом решении нам насколько это законно но так как профиль открыт все это открыто насколько помню это еще было полтора года назад два года назад ну да ты считаешь это законно но мы обезличиваем данные то есть мы не скажем мы не ориентируемся на какой на какой-то конкретный профиль мы не говорим что вот это там катья даша маша вот они здесь живут просто обезличиваем реально делаем какие-то айдишники и присваиваем то есть нам без разницы кто это просто мы вытаскиваем какую-то информацию и все окей хорошо давай еще дальше доведемся что было после этого после этого уже был рост банк любимый разбанк которым я сейчас были простые банковские задачки были задачи связанные с именно с продакшеном то есть была задача дальше больше познакомиться с инструментами дата инжиниринга окей ну давай тогда да если ты не можешь какие-то вещи я понимаю что они тебя находят за идеей рассказывать тогда их не будем рассказывать а какое твое там самый интересный или самый может быть там занимательный какой-то проект у тебя был за последнее время в росбанке или не обязательно в росбанке делать подпроджект подпроджект можно даже сказать там мой youtube канал недавно и что самого интересного было я пробовала делать анализ комментариев на youtube но сделала там сначала более усложненную модель расскажи чуть подробнее то есть какая была модель я попробовала просто уже использовать стандартные библиотеки бирд вот и дальше уже и дальше уже если не ошибаюсь уже разбить это все на какие-то кластеры никак успехи но более-менее нормально но на самом деле комментарии youtube очень тяжело обрабатывается потому что ну один кластер очень сильно проявлялся я кстати парсила по запросу data science русскими буквами один это понятно то что этот кластер нам спасибо слова благодарности всякое такое но эти тематики очень сильно зависели от того какие топ 100 видео я парсила топ 100 видео мне выходили каждый раз то есть там были о каком-то конкретном человеке в data science даже у меня был кластер появлялся очень известном какие-то были вообще о самой компании который недавно буквально выпустила это видео какие-то были конкретно data science математика насколько я помню там алгебра в общем а касаемо уже по поводу проекта немножко отошли вдали здесь уже у меня задача была для ребят показать как вы это можете сами сделать как вы можете грубо говоря прикоснуться к продакшену просто взяла tf-idf самый обычный распарсила все эти комментарии на youtube на youtube чеки и дальше просто кластерным анализом самым обычным я это все на тематике разбила но понятное дело что качество как бы так себе на сдача не в этом задача была в том чтобы прикрутить здесь ml flow чтобы трекать во-первых метрики и чтобы например когда у нас есть продакшен чтобы я например зафиксила какую-то модель с наилучшими метриками и ее уже например подтягивала да либо мой коллега какой-нибудь еще им пользовался и здесь еще дополнительно так как нам постоянно нужно обновлять нашу модель здесь еще был прикручен air flow прикольно а давай про метрики поговорим проверяла метрики у тебя были метрики на что ты смотрела а метрики это силуэтный скорбь в первую очередь ну насколько кластеры различимы друг от друга это для ну просто такой задачи сюда бы я еще прикрутил как обычно мы делали это заполненность кластеров это что немаловажно интерпретируемость кластеров потому что очень часто например применяют камин то же самое но они смотрят на как ты интерпретируемость кластеров в числе зависимости от задачи ну то есть например если касаемо там тематик я смотрю там первые заполненность на первые там топ 10 слов если там какое-то очень сильное разнообразие они никак не вяжутся между собой плюс дополнительно я конечно же смотрю на силуэтный скорбь я смотрю на межкластерное расстояние я смотрю на размер этих кластеров обязательно размеры и вообще как по каждому кластеру есть заполняемость если что-то не то как бы я да не как бы они могут быть хорошо заполнены такое бывает если что-то не то то как бы я пробую например другой то есть ты частично используешь шар ручной там условно подход какой-то то есть потому что это играл выше ты используешь милфлоу хотела все это автоматизировать то есть проинтерпретировать все таки и делаешь а задача была здесь больше познакомиться с инструментами милфлоу и аэрофлоу то есть поэтому был написан скажем самый простой вот просто алгоритм разбиение на тематике чтобы на этом мы не зацикливали свое внимание хорошо давай теперь поговорим про уже техническую часть про технические этого и скил и сначала давай начнем с дачи по теории вероятности начнем с простой с дачки у тебя есть урна в ней m белых шаров и n черных шаг и потом мы вытаскиваем шары по очереди каким-то случайным образом и какая вероятность того что катый шар ну к разумеется меньше чем m плюс n окажется белым например да и посчитаем такую вероятность но у всего у нас шаров m плюс n то есть это всего сколько может быть исходов вообще у нас белых шаров и здесь просто применяя там условную вероятность мы можем там число m поделить на сумму всех исходов для первого шара согласен а для катого точно так же будет для катого будет точно так же потому что ну нет разницы и скорее всего откуда его можно вытащить ну да ну как бы так у нас супер простые вопросы тут как бы нет подвоха да просто поуверенно отвечать хорошо давай посмотрим чуть более сложную сдачку снова есть m белых шаров и n черных теперь я тебе их отдаю игру вот у нас есть тем белых и черных шаров еще эти даю две урны две пустые урны и говорю тебе смотри процедура происходит следующим образом ты можешь любым образом разложить белые черные шары по этим урнам как тебе захочется потом я эти урны у тебя заберу перетасуя их и ты сможешь выбрать одну из этих урн но заранее неизвестно какую и случайным образом вытащите из нее шар и тебе нужно сделать так чтобы вероятность и вытащить белый шар была максимальной понятная задача то есть из любой урны мы должны вытащить белый и какова вероятность того что мы ну максимальная вероятность того что мы даже не из любое стой который ты достанешь но конечно ты случайным образом какую-то урну из них вытащишь да и тебе нужно то есть твоя операция основная происходит в тот момент когда ты загружаешь шары в урну ты можешь абсолютно любым способом сделать ну вообще первое это вероятность того что мы какую-то урну выберем это точно одна ко второй урны две и мы равновероятно его можем вытащить далее чтобы нам вытащить белый шар предположим что мы вытаскиваем его из первой урны ну по какое-то белое умноженное на одну вторую и вероятность там того что мы какой-то 2 2 исход что мы вытаскиваем там из 2 урна мы вторая это первое окей и теперь как нам вот эту эту штуку нужно нас чем максимизирует то согласен мы предположим что первой урне все белые шары то тогда во второй урне урне они просто отсутствуют и будет вероятность там равна нулю то есть получается у нас вероятность уже на этом м равно 2 предположим как ну только только если все белые то вероятность не м а чем она равна но если все белые шары к вероятность м плюс 1 2 ну да просто единичка равна ну да все верно 1 2 предположим это какой-то число там от которой мы будем сейчас предположим как-то шагать то есть понятно что это вот одна вторая это точно взять можно попробовать какую-то дельту и как-то разбросать и шары так как мы грубо говоря сейчас взяли такой самый конечный вариант то можно что-то взять по серединке ну предположим что м пополам не знаю то есть тогда у нас и n пополам там будет на одну вторую это какая-то здесь функция здесь там похожая функция можно на вторую и тогда вероятность вытащить м будет на 2 умноженное квадрате умноженное на одну вторую и умноженное на 2 ну потому что будет то же самое ну то есть это явно будет больше чем меньше чем единица ну это в любом случае да как бы будет меньше чем единица но за себя на видишь ты получаешь в итоге м плюс м делить на м плюс н но этот на скорее скорее тоже не оптимальная если например мы возьмем один шар а здесь остается у нас м минус один а здесь будет то есть мы а вопрос еще такое мы обязательно должны например каждой уровне и энд шары власть ну все шары должны быть конечно куда-нибудь отправлены иначе иначе можно просто положить только белое и задача очень просто решится тогда здесь н минус один а здесь просто получается это белый это у нас черный деленное пополам н плюс м деленное пополам н плюс м деленное пополам это вероятность или что-то не так мне кажется это число давай получается если в первой уровне мы например оставляем один белый шар то получается количество черных шаров n минус один не какая-то черных смотри еще раз впервые в первой уровне у нас один белый шар строит твое предложение окей да что у нас остается во втором уровне не нам же здесь нужно я так понимаю раскидать черные шары но дичи черная да черная либо мы можем вообще в одной уровне оставить только один белый шар можем если так можем то не знаю тут будет один умноженное на на вторую плюс здесь у нас там например n умножить на м минус один и на одну вторую какая вероятность из второй давай из первой уровне понятно вытащить белые шары за один единственный равна единичка а из второй уровне у нас что что там остается у нас сколько всего было шаров совокупного всего м белых до им нас один белый и черных у нас не изменилось у нас всего шаров m плюс n минус один вероятность вытащить белые соответственно и минус один делить на n плюс м минус один да но это еще на одну вторую ну то есть мы получаем что этот добавку у нас то есть да вот нас было какой-то бейзлайн в виде одной второй мы здесь получаем одну вторую плюс еще что с какой-то там надо зависит от м от м ну понятно что они в целом если шаров белых больше чем чем 2 это уже уже но уже какая-то добавляется составляющей которая явно больше чем 1 2 да ну то есть в целом это оптимальное решение довольно понятно чем он оптимально вот окей с этим справились давай давай попробуем задачку решить на на сквельчик вот начнем простой задачки по поводу медиан давай тоже попробуем покрутить у нас есть один столбец всего ну просто колонка такая таблица назовем ее а в ней какие-то чиселки 1 2 15 148 нам нужно посчитать медиану этого столбца а ну понятно что во многих там сквель диалектах есть функция медиана но мы разумеется ее не используем иначе в этой задачке большого смысла нет давай попробуем тоже и покрутить там ну давай начнем старину с несколько ну я бы разбила бы на подзадачу например давай давай да есть там просто предположение конечно же это отсортировать так как медиана да да давай ну то есть там select например какой-то from a from a order by ну то что лонка ну да какая-то колонка то есть он нам отсортирует в порядке возрастания мы можем д сказка это еще не важно потому что нам нужно для медиана порядке возрастания получается где-то посередине у нас будет одно число либо у нас будет два числа которые мы должны будем использовать качество медианы одно число если оно отличное от соседних а два числа если у нас серединке находятся там два одинаковых например 30 и 30 а нет нет отчет от количества если у нас чет четное количество то мы берем две цифры если у нас количество например чисел 31 то мы берем одно давай возьмем допустим нас нечетное количество для простоты ну вот это отсортировали вот нам нужно теперь у нас есть отсортирована таблица мы там назвать назвали таблица 1 допустим да ну неважно сейчас не про синтекс у нас за вопрос да вот допустим мы назвали таблица 1 как нам взять центральный центральный элемент этого столбца есть еще предположение просто посчитать это все при помощи оконной функции при помощи например там raw number по на этом если назвать ну так же будет колонка колонка но мы так отсортируем по сути мы пронумеруем вот эти все колонки order by но они так уже отсортированы будут предположим какое-то rn это все будет то есть он столбец rn будет нам говорить о последовательности какой-то 1 2 3 4 5 6 7 31 да и что мы можем дальше сделать можем ли мы например здесь использовать функцию деления просто у нас же есть например 31 как мы можем найти средний элемент поделить на 2 и взять от него какой-то раунд и минус 1 ну потому что она будет округлять если 3 там 15 с половиной она будет округлять до 16 а так как точно я просто не знаю я у меня есть другой хак на этот счет как 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 точно округлить так что было нужно я вот не не всегда уверен что он про функция round она округляет в большую или в меньшую как можно что-нибудь добавить чтобы она округлила то в нужную сторону а но можно просто 31 например там ну вот это нечетное число вычесть единицу и ну да облили на душу уже просто не возиться с округлением пошли об раунде ну зависит отец говорят получили например 15 это будет тот наш самый элемент который нам будет там необходим например на теперь у нас есть таблица с этим самым для этого у нас подытожим у нас есть первый запрос который нам сортирует с номерами через оконную функцию и теперь нам нужно из этой таблицы с номерами выбрать средний номер то есть ну давай этот в этот столбец называется там раунамбер можем например в юху какой-нибудь сделать когда мы выбираем на шокол значение пишем раунамбы сокращенно писать да конечно тут ним как пол и назовем какой-то рм обычно должны так нужно нужно 1 и какой-то там и 1 и здесь же можем кстати селектом да то есть все прямо в этой вьюхе выбрать пол пром и 1 в рм минус 1 пополам и здесь наверное лучше под запросом делать ну что нам нужно число соответственно сносно найти средний элемента select ну каун каун там до минус 1 пополам пром и 1 ну мне кажется чуть тут на лишний раз пару раз поделила то есть кажется что здесь должно оказаться просто у нас здесь вот как раз нужно поделить а ну можно просто да 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 оставить тут оставить арен просто равно да вот это ну там есть ну вроде поделила да окей слушай с фильм справилась давай про мцель больше не будет вопросиков у нас давай поговорим собственно про data science наш любимый давай начнем наверно с задачка пара линейные модели конечно понятно что xg boost cut boost light gbm там и нейронные сети и так далее но тем не менее часто бывает так что вообще вот линейные модели они как бы используются на практике не знаю сталкивался ли ты на практике с линейными моделями где они используются в контопродакшене когда если ты сталкивалась можешь рассказать просто про свой опыт где-то с ними сталкивалась если не стал коздаю подумаем где линейные модели ну вот скоро там бизнесовый может быть еще по этому точке зрения целесообразно просто они в чем-то лучше чем мы гсб boost и несмотря на то что ну понятно что мы в общем взрослые люди понимаем что в среднем качестве что будет лучше здесь сразу на ум приходит от того как часто нужно пересчитывать скорб потому что ну есть бачовые модели а если скажем такие модели онлайн потому что если спор чего тебе например нужно предсказать моток мир не отток и как часто тебе нужно предсказывать это все то есть тебе может быть предсказывать нужно там раз в месяц тебе нужно предсказывать раз день либо тебе нужно это предсказывает вот, например, если это вопрос про рекомендательные системы, как это все работает, тебе нужно рассказывать это постоянно. То есть постоянно выдавать какой-то скорый онлайн-модель. Я в продакшене не сталкивалась именно с линейными моделями. Да, мы их пробовали, да, мы их тестировали, но те результаты, которые они показывали, нас не очень устраивало. Хотелось бы больше. Нет, мы сейчас про качество не говорим. Все понятно, что с качеством линейных моделей там все зависит. Но да, то есть ответ твой изучит, что он онлайн. Согласен с этим? То есть если действительно тебе нужно что-то быстро рассчитывать? Вот. Если отталкиваясь, там, например, батч, опять же вопрос, когда, сколько раз, например, там, раз в день, либо какая-то онлайн-модель, то в онлайне, ну, кажется, целесообразным, особенно линейные модели, они, ну, скажем, лучше. Потому что если мы будем... Лучше давай вот с точки зрения. Лучше с точки зрения того, насколько быстро они могут обсчитывать твои твой датасет и выдавать тебе результат. Ну, они быстрее, давай. Потому что если мы запустим какие-то нейронки, то есть пока они подумают, скажем, что мы выдадим нам результат, может пройти несколько минут, а за эти несколько минут, когда человеку нужно было, не знаю, там, показать какой-нибудь баннер, он уже не хотел это все видеть. Согласен, да. Давай... Если про бачо, ага. Ну, давай, если ты хочешь что-то дополнить про бачо, давай. Если про бачо вы модели, то здесь, мне кажется, можно... Здесь можно подступить со временем, потому что если это обсчет, например, там, раз в день, и тут нужно закладывать, если что-то идет не так, потому что, ну, мало ли, там что-то сломалось, какие-то данные что-то не пришли, сервер, там, не знаю. Какие-то могут быть суперстранные вещи, то есть должно быть еще время на реакцию, на пою, на реакцию, на поддержку. То есть если раз в день, если линейная модель, в принципе, дает нам результаты, скажем, соизмеримые с тем, что мы хотим, то есть нам этого достаточно для каких-то финансовых результатов, для той дельты, которую мы хотим заработать, то почему бы нет? То есть вопрос, наверное, интерпретации для людей, которые будут потом взаимодействовать с этой моделью, для бизнеса. Если мы хотим прям очень хорошо наши, скажем, финансовые показатели улучшить, и мы можем поступиться как раз с тем, что мы не обязательно должны выводить результат прямо здесь и сейчас, то я бы применяла, бы посмотрела и другие модели, как они работают. Особенно если параметров очень много, если они имеют нелинейную зависимость, если они нелинейно разделены на плоскость, то я бы применяла уже здесь больше деревья, бустинги. Окей, да, смотри, хорошо. Давай, раз уж мы начали про линейные модели, как получилось, давай подумаем, где вообще, ну, можно вообще использовать линейные модели. Часто бывает так, что я, например, в своей практике использую не для решения каких-то тяжелых, больших сдач, а где их еще, в принципе, имеет целесообразность какую-то использовать, если мы не говорим про продакшн. Может быть, ты их где-то использовал. На ум первое, что приходит, это кредитный скоринг, потому что у тебя задача стоит больше не про то, как бы сделать, как применить бы нейронки, сделать все суперклассно. Задача про то стоит, как интерпретировать это все в дальнейшем, потому что ты все эти результаты, может, ты мне подправишь, в дальнейшем ты отдаешь Центробанк, то есть ты с Центробанком сотрудничаешь, должен показать, как это вообще работает вот черный ящик. Ну, окей, да, проинтерпретируем. Хорошо, давай вот как раз тогда чуть более как-то кредитный скоринг, как прикредитный скоринг. Допустим, у тебя, не знаю, кто-то собрал тебе датасет на парксил Инстаграм, и значит, у него про пользователя приходит огромный вектор, ну, там, из серии, я не знаю, его рост, возраст, вес, любимые цветы одежды, наличие питомца, порода питомца, имя жены или там еще что-нибудь. В общем, огромный-огромный вектор. Ну, там. В нем, очевидно, могут присутствовать какие-то бессмысленные фичи. Да, и как бы вот с помощью линейной модели понять вообще, какие из этих фичей можно сразу откинуть, чтобы потом с ними не возиться. У нас есть веса при каждом из параметров. То есть мы можем понимать значение этого веса, например, если он там равен нулю, когда мы уже обучили свою модель, при каком-либо параметре, при какой-либо фиче, то есть мы понимаем, что значимость этой фичи, ну, она нулевая. Ну, или близка. Если, например, там пол, предположим, да, например, каком-то X2, это пол. И вес при этом параметры, например, там 10, мы понимаем, что с такой силой именно как бы нам этот параметр важен, если это так можно объяснить. То есть параметр, в принципе, важен, его модель учитывает. Ну, понятно, да. Окей, хорошо. А теперь давай представим, что у нас, ну, у нас получилось так, что, например, там 98 параметров, 100, 98 параметров значимы, а 2 незначимы. Ну, то есть перед ними сразу коэффициенты обнулились. И, ну, по какой-то причине у нас, не знаю, на сервер, там, куда-нибудь в JSON или еще куда-нибудь, ну, в общем, какая-то странная причина, давай представим, что она есть. Помещается только 50 фичей. Ну, то есть вот мы хотим модель построить не на 98 фичах, а на 50. Как тоже их вот, ну, понятно, что как-то их можно отобрать. Какие, может быть, у тебя есть, там, идейный отчет, чтобы нам уложиться в 50 фичей, чтобы при этом было наилучшее качество. Ну, понятно, что мы их не рандомно все-таки набираем, может, про Data Science? Ну, как минимум, есть такой там параметр в алгоритмах как Future Impotence, но мне он, на самом деле, не всегда очень нравится, мне больше нравится использовать Permutation, когда у тебя это отдельный метод, когда он смотрит на то, скажем, представляет твои фичи и смотрит их значимость уже, то есть уже по факту. То есть этот метод можно применять и к линейным моделям, и к линейным моделям. То есть, ну, грубо говоря, мы получаем отранжированный такой список наших фичей. Ну, далее я бы попробовала просто взять действительно топ, топ-50 этих фичей и посмотреть на результат, который мне выдает моя модель. Это первое, потому что, ну, мало ли, там, те фичи, которые оставались еще внизу... Ну, может, они в совокупности дают больше, там, тут же вопрос не... Ну, хорошо, да, попробовали так. И потом взяли, ну, например. То есть взяли еще, поменяли последние несколько штук местами, те, которые не попали, поменялись теми, и оказалось чуть-чуть лучше что-то делать. То есть понятно, что вот не фичи импотенс... Смотри, вот этот Permutation, он как работает? Он просто, скажем, ту же сортировку проводит, но путем замены вот этих столбцов каждый раз, то есть это уже происходит внутри. Но по факту он выдает нам то же самое, что и метод фичи импотенс, отранжированный, скажем, в список. Хорошо, согласен с этим, но понятно, что если мы хотим решить задачу точно, ну, прям точно, нам нужно перебрать все возможные комбинации 50 из 98. Понятно, что ни один метод, в общем, это не будет делать, иначе он умрет. А может быть, есть какие-то вот другие методы, как это сделать более-менее дешево, ну, например, там, какая-нибудь регуляризация может быть. А, ну, если про это, ну, просто у меня было уже понимание, что мы построили какую-то модель, и что вот на основании этой модели мы можем только дальше отталкиваться. Ну, да, мы построили линейную модель, действительно. Нет, если мы можем построить еще какую-то одну модель, например, применить там L1 регуляризацию, которая зануляет веса, если не ошибаюсь, там, где стоит модуль, вроде L1 — это лассо, и при помощи вот этого параметра можно, в принципе, отрегулировать и количество тех нулевых... Коэффициенты перед регуляризацией. Да, то есть можно, на самом деле, просто растить, ну, коэффициент при регуляризации, увеличивая его, тем самым зануляя пока нам... Да, но, кстати, недавно читала, что если отталкиваясь именно действительно от количества фичей, это как бы окей, но на практике работает хорошо регуляризация рич именно всегда, в принципе. Да, 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 безусловно. То есть, смотри, мы сейчас не про качество, мы говорим вот про какие-то такие задачи, которые могут иногда всплыть. Окей, мне кажется, про линейные модели мы достаточно хорошо с тобой поговорили. Давай поговорим про сдачу кластеризации. Ты как раз рассказывал, что ты решал сдачу кластеризации. Вообще расскажи про свой любимый алгоритм кластеризации. Если тебе приведет какая-нибудь абстрактная сдача на какой-нибудь новой области, не знаю, кластеризировать, не знаю, цветочки или кластеризировать животных, то та предметная область, которой ты никогда не занималась, в общем, не очень хорошо понимаешь специфику. Но я обычно беру свой любимый алгоритм и запускаю его в лоб. Ну, я так делаю, может быть, это не лучшее решение. Вот. Как бы ты с новой задачей кластеризации подступилась? Какой у тебя вот любимый алгоритм? Как бы ты ее в принципе... У меня любимый алгоритм, на самом деле, я его очень часто применяю, это алгоритм спектральной кластеризации. Потому что, например, если, когда, предположим, ты проецируешь свои объекты на 2D-плоскость, иногда кластеры имеют вложенную структуру. Вот, этот алгоритм позволяет находить именно зависимость и даже при вложенности. Если мы берем тот же самый комминс, ну, да, то есть там уже больше зависит от того, во-первых, как ты изначально выбрал центры кластеров. Ну, как ты выбрал так сначала. Да, как вот именно от исходного значения. И дальше он смотрит количество объектов вокруг этого центра, ну, изменяет далее центр. То есть он не учитывает вот эту вложенность. Сравниваю это с тем, например, когда у людей есть похожие интересы, но у них разный пол. Пол, например, там важен, потому что, когда мы продаем какой-то продукт, ты не будешь продавать для женщин одно, а для мужчин другое. Но у них интересы одинаковые. По сути, они вложены. Но если сравнивать именно с этим подходом, то комминс, например, их не сможет разделить. Он подумает, что это одна группа. Согласен. Комминс вообще не лучший алгоритм. Тут как бы... Но он быстрый. Ну, тут спора нет. Он просто не лучший, как бы, очевидно, что... Давай поговорим просто... Ну, хорошо. Спектральный алгоритм, так спектральный мне вообще все равно. Давай расскажи просто про его тогда сильные и слабые стороны. Про вложенность услышал? Окей. А если не вложенность? Если мы знаем, что точно кластера должны разделяться, и, в общем, у них нет вложенности. Например, это животное где-нибудь, и где нам нужно просто как-то их собрать. Ну, опять же, если мы кластеризация, мы заранее знаем метрику, но, в общем, нам вложенность не сильно интересует. Есть ли какие-то слабые у него стороны или какие-то еще, когда алгоритмы знаешь? Или ты всегда, ну, просто, как бы такая задача специфическая, я понимаю, кластеризация, но тем не менее. И он, в принципе, работает хорошо, даже если данные, ну, как бы, разделимы, но если, там, опять же, сравнивая с другими алгоритми кластеризации, он работает медленнее. Потому что, во-первых, он основан на том, что он ищет матрицу сходства, там, близости между этими объектами. То есть, грубо говоря, из этих объектов уже будет, там, очень много, в зависимости от, там, от твоих мощностей, да, например, там, когда мы брали, у нас там был порог 30 тысяч объектов. Понятное дело, что если больше, и нам приходилось сэмплировать эти модели, если больше, то просто этот алгоритм не будет отрабатывать, и он не будет тебя разбивать на классы. То есть, очень сильно ты зависишь от того, какие у тебя есть функциональные возможности. Окей, какие у него параметры, у этого алгоритма? Например, есть параметр такой affinity, ну, то есть, как он, грубо говоря, строит, по какому принципу он находит похожие объекты. Например, если параметр косинус, то он просто строит матрицу косинусного расстояния, матрицу сходства. Дальше, ну, стандартные параметры, когда ты можешь распараллелить процесс, там, njobs, например, если, там, равен минус единице. Дальше, а, самое интересное, что мне здесь нравится, ты можешь подавать и как саму матрицу сходства, и ты можешь подавать на вход и сам дата сайл. То есть, если ты не подал матрицу сходства, он сам построит тебе эту матрицу. Окей, файн. Про это поговорили. Давай, знаешь, последний вопрос про такую вот хард часть дата сайл. Давай поговорим про валидацию. Валидация вообще, мне кажется, краеугольный камень сдач, связанных с дата сайенсом. Допустим, у тебя есть, вообще, как ты делаешь валидацию на практике? Ну, можешь взять свою любую, в принципе, задачу, которой ты уже занималась. Расскажи просто, как ты строишь валидацию. Ну, например, вот, там, для задачи оттока пользователя, или вот ритм спорный, который мы обсуждали выше, как вот вообще построить в целом валидацию? Как ты оцениваешь, что ты ее, там, правильно сделала или неправильно сделала? Ну, если чисто отталкиваться от алгоритма валидацию, например, ну, я опять же смотрю на баланс-дисбаланс классов, потому что если у меня, например, будет дисбаланс классов, и я просто применю обычную, там, кафлот-валидацию, то у меня может случиться такое, что, например, в одном фалде, ну, просто не будет, не будут объекта недостающего класса. То есть из-за этого у меня алгоритм, там, грубо говоря, ему всегда будет выгодно обучаться на тех, на кого больше. Вот, если, там, применять ту же стратификацию, когда мы учитываем как раз вот этот баланс, вот, он, грубо говоря, алгоритм все равно смотрит на объекты недостающего класса. То есть отталкиваясь, там, например, от задачи, когда у меня дисбаланс, я обязательно применяю, там, стратификацию, ну, и уже смотрю на результат. Так вот можно выразить. Окей, хорошо. Давай еще чуть-чуть про валидацию. А как валидировать временные ряды, например? То есть у нас есть задачка, мы, условно, прогнозируем курс доллара, например, или, там, не знаю, цену на нефть, или цену на биткоин, что сегодня особенно актуально. Как бы, ну, у тебя большой есть временной ряд, да, какого-то там, какой-нибудь котировки. А как бы ты построил, ну, как ты строишь процесс валидации временных рядов? У меня, к сожалению, такого опыта временных рядов нет. Но есть предположение просто взять какой-то отрезок, отрезок времени. Дальше... Ну, давай представим, что можно, я чуть-чуть порисую. У нас вот есть ось времени, например, ну, вот, там, первый день, второй день, ну, или, там, неделя, неважно, ну, и так далее. Вот у нас здесь заканчивается наша обучающая выборка, и сюда мы должны что-то спрогнозировать, да, вот на шестой день или на шестую неделю, неважно. Вот как бы ты разбила на, соответственно, ну, вот, от единички до пяти на, там, трейн и тест? Ну, в смысле, на трейн и контрол, там, или холд-аут, там, как бы. Ну, предположим, что здесь мы проводим какое-то обучение, и обязательно на следующем дне, если нам нужно предсказывать следующий день, мы обучаемся. Ой, мы тестируем. Да, ну, то есть, как бы, собственно, вопрос в этом. Хорошо. Теперь, да, мы, как бы, прогнозируем в будущее, поскольку мы хотим сделать то же самое. Теперь такой вопрос. Насколько корректно сделать вот следующее, например? То есть, мы взяли, допустим, взяли 4 дня в обучение, 1, 2, 3, 4, и спрогнозировали на пятый, да, и получили какое-то качество. Ну, неважно, какой метрик, оно там 0,9, хорошее качество. Насколько будет корректным, если мы возьмем, например, теперь вот так вот, 3 дня обучимся с 3, 4, 5, и будем прогнозировать шестой. Насколько это сопоставимые вещи или это не сопоставимые вещи? Ну, проблема в том, что мы же можем не учесть здесь, скажем, какую-то тенденцию, которую мы учитывали, например, в первом случае. То есть, мы берем постоянно какое-то окно, оно фиксировано. Ну, то есть, на этом же окне мы должны и делать предсказания. Ну, то есть, да, другим словом, что если ты обучаешься на 4 днях и валидируешься на 1, то, соответственно, так и смещаемся, да. То есть, есть предположение, действительно, что если мы берем уже окно в 3 дня, оно, в принципе, ну, как бы нерепрезентативно и может отличаться от того, что мы брали, когда 4 окна. Так, надо, да. Потому что некоторые тенденции, ну, она просто может не учесть. Окей, про это поговорили. Давай им какую-нибудь попробуем бизнесовую сдачку все-таки решить. И Data Science, он не только про алгоритмы и, там, про SQL и про кодинг. Давай попробуем поговорить про сдачу оттока. Допустим, ну, то есть, у нас есть сдача оттока пользователей. У нас к нам приходит продакт-менеджер неуемный и говорит, я придумал тем людям, которые уходят в отток, давайте, там, не знаю, 500 рублей скидку, ну, или 500 рублей подарок, что-то такое, в общем, чтобы их удержать. Мы знаем, что в среднем с пользователя, который с нами остается, мы зарабатываем, ну, давай, 5 тысяч рублей для ровного счета. Ну, неважно, какая цифра, да. Да, и дальше он тебе говорит, проводит Data Science, придумай мне, пожалуйста, алгоритм оттока. Ты какой-то придумываешь. Ну, наверное, кстати, давай еще, вообще, задача оттока пользователя, это какая задача? Регрессии, кастеризации. Это классификация задача. Ну, да, очевидно. Задача классификации мы делим на два класса, да, те кто идут в отток, те кто нет. Ну, в общем, я не смеялся, что ответишь. Но теперь достигает проблема. У тебя есть какой-то алгоритм. Ну, у тебя есть, как известно, 4 варианта, да. Ты предсказываешь в отток, пользу ли уходит в отток. Ты предсказываешь не отток, пользу ли уходит не в отток, ну, то есть, остается с нами. Все прекрасно, да, у нас есть, соответственно. И есть ошибка первого и второго рода. И у тебя есть разные несколько алгоритмов. Ты там, не знаю, попробовала XGBoS для классификации, попробовала CatBus для классификации, попробовала какие-то нейронки. Они вот эту матричку, да, вот, которую ты уже нарисовала, они ее по-разному заполняют. Ну, то есть, условно, можно я цифры какие-нибудь от балды подпишу? Ну, условно, у тебя вот есть алгоритм один, который предсказывает вот эту матричку ошибок, делает следующим образом. Там, 10, например, 50, ну, нолик это там, на что не отток будет, допустим, ну, неважно, да, 20, здесь у нас 20, и здесь 10. В сумме, да, 50. Есть второй алгоритм, который ошибки, вот эти, например, меняет местами. То есть у нас было здесь 20, а стало 10, и здесь 20. Ну, то есть вот, то есть ошибку первого и второго рода я просто взял и поменял местами. Вот, и как понять, какой из этих алгоритмов лучше? Ну, разумеется, у нас все-таки цель заработать денег на Data Science, да, вот, то есть, ну, там, по строкам у нас, допустим, это наш прогноз, да, а по столбцам у нас это реальный результат. И, так сказать, ты проверила вот это все, ну, на какой-то там отложенной выборке, там все сделала вот красиво, и теперь у тебя есть, соответственно, две цифры, ну, там, если нужны какие-то, давай еще, может быть, цифры придумаем, ну, кажется, их достаточно. У нас, условно, мы знаем, что с пользователя, который с нами остается, мы для ровного счета всегда зарабатываем 5 тысяч. А пользователям, которым мы даем скидку, ну, соответственно, чтобы его удержать, и мы еще дополнительно предположим, что пользователь всегда принимает скидку, ну, то есть вот, типа, если мы ему дали, он точно не откажется от 500 рублей. И, соответственно, он нам принесет эти 5 тысяч, но мы на него потратим 500 рублей. Вот. Давай попробуем как-то к бизнес-метрике вот нашу вот эту матричку ошибок привязать, так, чтобы сказать, какой из этих алгоритмов лучше. Есть, получается, люди, которые мы предсказываем точно это, и они не уходят. True positive. Дальше у нас есть люди, которые мы предсказываем true negative, которые мы предсказали верно, и они уходят в отток. Ну, то есть это, скажем, настоящий отток. Мы правильно все предсказали. Дальше есть false positive. Это когда мы предсказали, что отток, а нет, это когда мы предсказали, что они остаются, но на самом деле они в отток уходят. И дальше у нас есть false negative, когда мы предсказали, что они остаются, но на самом деле они... Наверное, наоборот. Если у тебя здесь был отток, то, соответственно, мы предсказали... Они остались, а мы предсказали, что был отток. Смотри, вот если мы говорим про главную диагональ, да, вот эту вот, то мы... Смотри, вот давай разберемся с сутью сдачи. То есть мы же, когда в будущем предсказываем, мы скидку дадим всем, кому мы предсказываем отток. То есть мы не можем так сказать, что те люди, которых мы предскажем оттока, они уйдут, мы им, значит, не будем давать скидку, да, мы должны будем... Да, но тут есть, ну, типа, баланс между тем, кому мы неверно предсказали отток, не отток. Да-да, совершенно верно. Я просто пытаюсь с деньгами свести. То есть вот это... Явно для этих штук нужны какие-то коэффициенты расставить в деньгах. Давай попробуем... Просто мне кажется, удобно эту матричку по строкам смотреть. Ну, то есть понятно, что вот тем, кому мы предсказали отток, мы должны дать скидку, иначе зачем же мы это предсказывали. Давай прям сразу, может быть, с числами, может, так просто проще будет. Здесь я уже не помню, как мы это... Ну, давай считать, что у нас здесь это отток, вот эта вот, эта строка, мы предсказываем отток, да. Здесь это мы предсказали неверный отток. Нет, мы здесь... Давай, ну, как сама распределишь? Давай, мне кажется, что здесь удобно по главной диагонали иметь верные ответы, поэтому мы здесь предсказали отток, они здесь, соответственно, ушли в отток. Если чупостив, то мы ему, ну, ничего не даем, он остается. Если у нас идет отток, то мы здесь даем скидку в 5 тысяч. Не-не, смотри, вот если мы... У нас здесь строка отток, да, вот эта строка. Мы предсказываем, что будет отток. 50% это мы предсказали, что не точно. А, давай в терминах отток, не отток, чтобы вот с этими буквами не возиться. Он, мы точно предсказали, что он оттекет. Да, и он оттек, да. Да. Совершенно верно. Если у нас отток, то мы же должны по этой штуке и правильно, неправильно тогда предсказывать. Да, вот совершенно верно. Здесь мы правильно предсказали, что он ушел в отток, а здесь он остался. То есть мы предсказали отток, а он бы все равно остался. Ну, допустим, 20%. Да, 20%. Ты смотри, всем этим ребятам, раз уж мы предсказываем что-то отток... Здесь точно будет, получается, какая-то скидка. Раз мы точно... Стоп, здесь мы... Здесь мы тоже должны дать скидку. Здесь мы неправильно предсказали, здесь мы правильно предсказали. Я просто запуталась уже в том, как мы... Смотри, еще разочек. Вот здесь мы предсказываем по строке, мы предсказываем отток. Здесь где-то мы правильно предсказали? Да, вот мы здесь мы правильно предсказали. Тогда здесь скидка. И там, и там скидка. Но мы же, смотри, вот мы предсказали отток, поэтому всем пользователям, которым мы предсказали, мы же не знаем заранее, кто из них окажется. Мы предсказываем, что не будет оттока, поэтому мы никому из них скидку давать не будем. При этом мы знаем, что 20 из них останутся, ну да, вот, а 10 мы, к сожалению, потеряем. Вот, у нас в алгоритме, к сожалению, всегда есть ошибки Вот давай попробуем теперь вот эту табличку в деньги просто перевести И посчитать, сколько мы в таком варианте алгоритма заработаем денег У нас есть, ну, заработаем в данном случае, это наше положительное, так сказать, ЛТВ Ну и там все оставшиеся деньги И у нас есть скидка Мы скидку какую-то там дали зря, а какую-то, соответственно, не зря Ну, давай начнем с того, что, например, у нас человек остается И таких там 20%, предположим, 20% каких-то X, которые нам приносят там 5000 рублей Дальше мы не даем скидку 10% И получается, что мы теряем пользователей, мы теряем какую-то часть прибыли Мы теряем каких-то, предположим, 10%, но мы и не даем ему ничего Здесь мы неверно предсказали то, что он уйдет А он бы так и так остался То есть мы, грубо говоря, ему дали скидку какую-то Ну, 500 рублей У нас скидки 500 рублей, а ЛТВ 5000 Мы дали ему какую-то скидку, но он все равно остался Получается, он у нас заносил, продолжал нам заносить деньги Заносить деньги? Не знаю, отдавать нам деньги Да, если бы мы ему не дали скидку, он бы нам продолжал заносить деньги То есть мы должны сравнить, сколько денег мы потеряли из-за того, что мы предполагали, что они останутся Те люди, которые не останутся, и которым мы не дали скидку Сравнить их коэффициенты и сравнить ту сумму, которую мы потеряли И сравнить коэффициент между тем, кому мы дали скидку, и они остались Ну, то есть мне кажется, что можно просто посчитать прям в лоб, условно Сколько денег мы в этой матричке получили Давай у нас х просто всегда будет равен единичке Ну, в процентном соотношении мы считаем Нам, в общем, этот х, мне кажется, не нужен И здесь Ну, предположим, там в первом случае мы, получается, потеряли, если умножать 5000 на 10%, 500, грубо говоря, рублей Предположим, что 10% это 0.1 Если таких градаций считать Ну, если 0.1, да, это ровно 10%, согласен Вот, умножая на это, мы там получаем 500 Плюс добавляем сюда тех людей Которые мы дали скидку, которые остались На 0.2 4.500 умножаем на 0.2 Это будет 900, так положим Ну, и там 400 рублей, грубо говоря, разница Если пока все остальное оставлять Потому что все остальное, так оно было, так и было И во втором случае Здесь получается аналогично Ну, там, предположим, мы потеряли каких-то 500 рублей Здесь только будет плюс 20% И плюс 0.2 А, у нас здесь было 120% Минус 1000 плюс 0.1 умноженное на 450 Ну, получается, во втором случае мы У нас так как 20% Мы не знали, что они отекут И мы им ничего не предлагали Получается, грубо говоря, мы там потратили Ну, у нас израсходов на 1000 рублей Ну, чуть меньше мы израсходовали, разумеется Потому что, ну, здесь меньше, ну, понятно То есть на скидку раздали меньше Да, скидку раздали меньше И она там, грубо говоря, получилась там чуть ли не два раза Ну, два раза меньше Это скидка Окей Ладно, мы с математикой просто Да, действительно, цифры, наверное, неудобно считать Получилось, что во втором случае мы потеряли больше Так как мы не учли тех людей Которым мы не додали скидку Да, мне здесь просто было важно Что ты берешь бизнес-метрику, да И привязываешь вот ее к матричке Там, которую видят все дата-сайентисты Ну, там она называется Confusion Matrix, да Или по-русски матрица ошибок Окей Наверное, с этой задачкой мне, по крайней мере, все понятно Давай последнюю задачку на сегодня Приходит к нам еще раз Product Manager уже другой Он работает в сервисе видео У нас вот есть какое-то там сложное приложение У него есть видео И у нас есть приложение кнопки музыка и видео Ну, там еще какие-то другие кнопки есть Он говорит, мне пришла в голову гениальная идея Я хочу поменять кнопку музыка и видео местами Ну, хочу и хочу И моя какая-то основная метрика, которую я буду смотреть Это трафик в раздел видео Ну, или какая-то конверсия из раздела видео В общем, какую-то метрику, очевидно, он ожидает увидеть Там, связанное с сервисом видео Потому что он считает, что музыка, кнопка находится на самом жирном месте И из-за этого его прекрасный, любимый им сервис Ничего не дополучает Трафика, внимание пользователей и так далее И он говорит, давайте проведем АБ-тест Ну, ты говоришь, ну, давайте проведем АБ-тест Проводим АБ-тест И видим, что, в общем, метрика конверсии из видео Или, там, не знаю, оплата из видео Или что-то еще, связанное с видеосервисом Никак не изменилось Ну, то есть у нас вот это вот То есть при перестановке Да, то есть мы поменяли То есть версия А у нас, условно, музыка на первом месте Видео на втором Версия Б, видео на первом месте Музыка на втором Ну, например, да То есть мы видим, что при перестановке местами В общем, метрики музыки никак не просели Метрики видео никак не выросли Все осталось на своих местах Ну, там, в рамках, опять же, нашей, там Как бы статистически значимой Да, то есть значимой мы не видим никаких изменений Вот Но у нас платформа, которая считает АБ-тест Она считает кучу метрик То есть она считает, там, не знаю, разные конверсии, оплаты И другие сервисы, еще что-нибудь И менеджер, значит, ему приходит такая портянка этих метрик И он видит, что метрика Ну, давай оттока с главной страницы Ну, это не совсем второстепенная метрика Ну, то есть главная страница, там, главный экран приложения В общем, довольно важная штука Он видит, что метрика оттока с главной страницы Прокрасилась в зеленый То есть оттока стала меньше с главной страницы Ну, это, там, с главного экрана мобильного приложения, допустим И он говорит, ну смотри, как бы видишь, какой классный я придумал, значит, эксперимент, что у меня вот эта метрика проклассится, с вами отток с главной страницы, в общем, хорошая метрика. Давай оставим, значит, как-то вот версию B. А эта метрика была до этого еще? Ну, у нас просто у нас приложение, у нас меряется там тысячи метрик разных, там, не знаю, конверсия со страницы ВКонтакты, конверсия со страницы, там, не знаю. Не, вот потому что ту метрику, которую ты говорил до этого, когда у нас не было каких-то изменений, он ту же самую метрику мерил. Не, не, он ничего не мерил, он просто пришел и говорил, я хочу, чтобы трафик в раздел видео вырос, там, ну, процентный трафик, конверсия, в общем, что-то связанное с видео. Метрики с видео и метрики с музыкой никак не колыхнулись, не прокрасились. Вот, а вот какая-то там метрика, ну, она важна, то есть, нельзя сказать, что отток с главной страницы, это неважная метрика, все-таки довольно важная метрика, большая метрика. Она прокрасилась зеленой, то есть, стало лучше. Что-то ему на это, ну, то есть, и он говорит, ну все, говорит, давайте в продакшн катить версию B. Слушай, я поняла, получается, это вообще две разные метрики, то есть, изначально мы просто смотрели на метрики видео, музыки, а тут вообще пришла какая-то вообще левая метрика, и он сказал, что что-то показало. Да, то есть, смотри, вот в рамках хаба-теста он просил проверить вот это, но поскольку мы у нас все автоматизировано, мы считаем кучу метрик. Ну, если мы замеряли до этого эту метрику, и если у нас что-то поменялось, то есть, вопрос того, ну, нужно еще несколько раз проделать эксперимент, чтобы понять, вообще достоверно или нет. Потому что, смотри, если мы сначала самого замеряли вот эту метрику на главной странице, и мы замеряли вот эти метрики, еще другие метрики фиксировали, то есть, мы на них смотрели. Если, например, первый раз то, что мы замерили, мы посмотрели, действительно какая-то из метрик выстрелила, то, возможно, есть какая-то статистическая разница между ними, возможно, стоит еще раз проделать эксперимент, чтобы убедиться... В целом, да, но мне кажется, это не самый лучший вариант. То есть, просто представь, у нас там тысячи метрик, какая-то одна из них куда-то поехала. То есть, если бы он заранее на нее указывал, ну, типа, и говорил, что вот я изменением этих кнопок меняю отток на главный. Вот, а тут как бы... Хорошо, давай попробуем немножко с другого конца зайти, представим, что он вот такой эксперимент поменять музыку и видео местами хочет проделать сто раз. И мы, значит, соглашаемся по какой-то причине неведомой, просто какая-то магическая сила заставляет нас проделать такой эксперимент сто раз. И на какой-нибудь там 38-й раз вдруг какая-нибудь метрика, связанная с видео, прокрасилась в зеленый. Не знаю, там, длительность просмотра видео увеличилась там на какой-то там значимый процент. Все прикольно. Что ты ему скажешь на это? Ну, во-первых, если... Ну, мы рассматриваем, скажем, вероятность того, сколько раз мы не ошиблись, да, сколько раз у нас получилось там верно, предположим, один там раз из ста, который нам выпал, когда мы бросаем там честную монетку. То есть если мы хотим, чтобы эта честная монетка постоянно выпадалась там решкой, да, то, соответственно, вероятность того, что она будет постоянно выпадать решкой намного меньше, чем когда бы она выпадала решкой и орлом. То есть 50-50? Я вот, подожди, я не очень понимаю связь с монеткой, смотри, допустим, ну, то есть... Здесь вероятность, скажем, такой ошибки, то есть мы, грубо говоря, например, что мы видели какую-то разницу один из ста. Сейчас, давай немножко по другому. То есть смотри, вот если мы закладываем статистическую значимость 5%, ну, допустим, мы стандартно делаем АП-тест, с какой вероятностью мы ошибаемся, вот если мы закладываем такой порог? Вероятность того, что мы ошибаемся на 5%. Да, то есть она ровно у нас заложена. То есть очевидно, что если мы проделываем эксперимент сто раз, мы в 5% случаях можем ошибиться. Ну, получается здесь, что мы ошиблись, грубо говоря, в 99% случаев. Ошиблись в 99% случаев. Нет, смотри, если ты сказал, что один раз только мы увидели какую-то значимость, например, из ста. Ну, например, да. То, как бы, это могло быть вот это вот один раз, что эта значимость у нас возникла случайно. Ну, она явно больше, чем та значимость, которая нам необходима. Получается, это... Что-то я не то говорю. Мне кажется, я пытаюсь на какую-то мысль, что, смотри, если мы будем проводить один и тот же эксперимент много-много раз, то вероятность того, что хоть раз у нас будет, соответственно, какая-нибудь метрика в нем прокрасится, существенно выше, чем если мы проведем один раз. Да. Вот. Поэтому, если мы его проводим сто раз, например, то нужно как-то в порог статической значимости сдвинуть. Понятно, к чему я понял? Ну, вот здесь на самом деле нет. Хорошо, ну, давай представим, что ты просто проводишь АА-тест, ну, вот, и с доведом и знаешь, что там с ним все в порядке. У тебя есть тысячи метрик. Есть какая-либо вероятность, что одна из них случайно прокрасит? Ну, конечно. Конечно же есть. Вот, чудесно. Теперь давай вернемся к этой истории, что человек поменял музыку и видео местами. Он указывал нам на явные метрики, на которые его эксперимент может повлиять. Они не прокрасились. Ну, получается, он ошибся тогда. Это ошибка. Нет, мы менеджера не оцениваем. Он там, нам не важно, мы оцениваем только данные, да, вот это результаты АА-теста. Действительно, метрика, которую он указывал, не прокрасилась, но прокрасилась какая-то другая. Что ты ему скажешь по поводу другой метрики, которую одна из тысячи прокрасила? Ну, то есть вероятность того, что там пока эксперимент, который мы провели, и те метрики, которые ты хочешь, то есть они не выявили какой-то статозначимости для этого. Да, то есть основные метрики есть? Основные метрики нет, которые ты замерял. Но та метрика, которая, ну, ты тоже замерял, но ты на нее не смотрел, она там, например, грубо говоря, там один из ста, там из ста каких-то экспериментов, она показала, что вот она изменилась. То есть вероятность того, что она там изменится в следующие, там несколько итераций, тоже же там, например, один из ста. Да, то есть можно просто совсем простыми словами для менеджера сказать, чувак, она случайно прокрасилась? Ну, то есть понятно? Можно, да, случайно. То есть вопрос того, насколько тебе важна эта случайность в цифрах, есть такое подозрение, да, если ты учитывая даже эту случайность, то есть даже эта случайность тебе принесет какую-то value, то почему нет? Ну, если это случайно, даже независимо связано от того, что представляешь ты местами или нет, то есть она бы нам, возможно, бы и так принесла. Да, то есть мы можем сказать следующее, что смотри, если бы ты хочешь проверить много гипотез за раз, в АБТ-те ты проверяешь тысячи метрик, тогда мы должны пороги статистической значимости в каждом из них просто сдвинуть. Ну, это называется множественная проверка гипотез. Да, то есть у нас есть какая-то вот такая-то, есть поправка специальная, чтобы точно оценить зависимость от числа, соответственно, метрик. Но по большому счету, когда продукт реальный, он осознанный человек, он понимает, что он должен повлиять на видео. Но просто часто бывает так, что он хочет увидеть того, чего нет. Вот. Ладно, мне кажется, что мы обо всем поговорили. Да, спасибо тебе, что согласилась. Это очень вообще такая стрессовая ситуация. И так ты всегда собеседуешь, нервничаешься, тем более у нас тут камеры, понятно, что очень тяжело отвечать на вопросы. Мой фидбэк, он из двух частей, наверное. Первая – это про техническую часть, про теорию вероятности, SQL, алгоритмы. Понятно, что ты все это, в принципе, хорошо знаешь, тут никаких сомнений нет. Понятно, что там что-то можно понервничать, что-то там описаться, где-то ошибиться. Это все окей, все понятно. Это как бы касается условно-медловой части, вот эта собеседование на middle или на синера, это часть, которую, в принципе, ты уверенно проходишь, здесь таких вопросов нет. А вторая вот часть нашего собеседования про вопросы уже такие связанные с работой с продуктами, работой с менеджерами, работой с бизнес-метриками. Это такая больше серьерская часть или льдовская часть. Здесь, на мой взгляд, просто не хватает немножко уверенности. В целом, я очень доволен, мне кажется, мы классно пообщались, то есть основные идеи, которые я хотел услышать, да, вот от человека, когда я его собеседую, я услышал. А может быть, какие-то другие формировки, немножко там это было не так четко и ярко, как мне бы хотелось, чтобы это было идеально, но для такой стрессовой ситуации ты просто супермолодец, я очень рад, что мы с тобой пообщались. Спасибо тебе большое. Хотела сказать за то, что ты подготовил вопросы, за интересные вопросы, потому что, как минимум, я считаю, что если ты хотел на собеседование, если тебя эти вопросы заставили задуматься, то, как минимум, это собеседование прошло полезно, надеюсь, для вас двоих, да, и мне кажется, это отличная возможность понять, чего не хватает, да, чего не хватает, над чем еще стоит работать, что нужно закрепить, какой материал, и это, мне кажется, отличная возможность дальнейшего роста. Спасибо тебе огромное. Да, чудесно все, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok